Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы поговорим с начальником отдела обеспечения введения кадастра, кадастровой палаты Татьяной Кузяевой. Здравствуйте, Татьяна. Правительством России продолжается реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой Росреестра и направленных на повышение качества и упрощение процедур регистрации прав и кадастрового учета. Расскажите о последних этих изменениях. Начну с изменений, которые уже вступили в силу. С июня текущего года сведения государственного кадастра недвижимости стали еще доступнее для граждан. В промышленную эксплуатацию введен информационный ресурс предоставления сведений из информационного ресурса ГКН, который позволяет авторизованным пользователям просматривать общедоступную информацию об объектах недвижимости и получать расширенную информацию в виде кадастровых выписок, паспортов, кадастровых планов территории в электронном виде. Доступ к этому ресурсу обеспечивается посредством ключа доступа, который можно получить, обратившись в офис кадастровой палаты, в офис МФЦ или самостоятельно через портал государственных услуг Росреестра. Так, но это платная услуга? Да, это услуга платная, но автоматизация процесса позволяет существенно снизить стоимость получения информации для конечного потребителя. Так, например, доступ к информации о 100 объектах стоит 200 рублей, а о 1000 объектах – 1000 рублей. Это существенно дешевле, чем получать информацию обычным привычным способом. Но это в итоге все равно ляжет на плечи потребителя, да? Повлечет стоимость услуг вот этих вот предприятий? Кадастровая выписка в электронном виде, которая запрашивается без использования информационного ресурса, стоит 150 рублей на один объект. Здесь рубль за выписку, если вы проплатили 1000 объектов. С 12 октября пришли новые изменения. Что еще у нас поменялось? Да, с 12 октября вступили изменения, которые внесены в закон о государственном кадастре недвижимости, в закон о банках и банковской деятельности, об организации страхового дела в Российской Федерации и в основы законодательства о нотариате. С указанной даты при обращении гражданина к нотариусу в банк, страховую компанию, эти организации должны самостоятельно запросить сведения ГКН, если они им нужны для предоставления той услуги, за которой обратился гражданин. Они теперь не вправе требовать с человека предоставления этих сведений. Но в конечном счете не приведет ли это к увеличению срока получения услуг нотариуса от банка и той же страховой организации? С законом установлен срок, что с момента обращения к нотариусу или в банк, или в страховую, эти организации обязаны направить запрос в орган кадастрового учета в течение трех рабочих дней. Орган кадастрового учета тоже в соответствии с законом обрабатывает запросы в течение пяти рабочих дней. Фактически этот срок меньше, составляет он 2-3 рабочих дня. Так что если даже в рамках законодательства это плюс 8 дней. Если запросы отправляются, а нотариусы обязаны отправлять, будут банки и страховые компании, все это в электронном виде, то здесь нужно иметь в виду, что электронный запрос обрабатывается автоматически. И ответ они могут получить уже через несколько минут. Может ли гражданин предоставить документы, которые у него сейчас имеются на руках, если он хочет, чтобы это совсем быстро произошло? Законодательством это не запрещено. Если у человека уже есть на руках документы, которые нужны организациям, он может их принести. Но здесь нужно иметь в виду то обстоятельство, что сведения ГКН актуальны на дату их предоставления. И если с момента получения выписки из государственного кадастрового недвижимости прошло какое-то время, то какая-то информация, например, сведения о кадастровой стоимости могли уже измениться. В этом случае целесообразно все-таки запросить свежую информацию из государственного кадастрового. В СМИ прошла информация о том, что кадастровая палата сейчас выдает и сведения из Единого госреестра прав на недвижимость. Расскажите об этом подробнее. Как, почему теперь вы этим занимаетесь? Действительно, с 1 сентября кадастровые палаты по всей стране приступили к предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Это в соответствии с соответствующим приказом Росреестра. Но пока, в настоящее время, кадастровая палата обрабатывает только запросы, которые проплачены на счет филиала. То есть запросы, которые предоставляются за плату, и если плата поступила на счет кадастровой палаты. С 1 января 2016 года кадастровая палата будет обрабатывать уже все запросы. И поданные в МФЦ, сейчас это делают специалисты управления Росреестра, и запросы, которые на безвозмездной основе обрабатываются, они тоже будут с 1 января 2016 года обрабатываться уже специалистами кадастровой палаты. Но это увеличивается у вас объем работы? Объем работы увеличивается, но пока справляемся. Ну а ваши специалисты, они готовы? Они обучены. Это как бы мероприятие долгосрочное. Наверное, с января уже начались подготовительные работы. Вот и все специалисты прошли обучение. Технически это тоже необходимо было обеспечить доступ к ресурсу, который хранится в управлениях Росреестра. То есть большая подготовительная работа была проведена. Ну и последний вопрос. Какие еще нас ждут изменения в сфере кадастрового учета и регистрации прав? Ну самое ближайшее изменение вступит в силу с 1 декабря. С этой даты орган кадастрового учета, то есть кадастровая палата, будет направлять в органы местного самоуправления сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, которые простояли на кадастровом учете более пяти лет и на них не были зарегистрированы права. Это касается ранее учтенных объектов недвижимости, которые были зарегистрированы, учтены до вступления в силу закона о кадастре до 1 марта 2008 года. В отношении вот этих объектов будет проводиться данная процедура. Органы местного самоуправления, получив эту информацию, будут обращаться в суд о признании права собственности за муниципалитетами на бесхозяйную вещь. То есть гражданам, объекты которых попадают под эту категорию, необходимо обратиться с соответствующими документами за регистрацией права. То есть они могут, по сути, лишиться своих владений? Да, людям иногда кажется, что они до конца прошли всю процедуру, все вроде где-то зарегистрировано в БТИ или давным-давно, но законодательство изменилось и ранее возникшее право нужно как бы подтвердить. Еще какие-то изменения будут? Да, еще будут изменения, которые, ну это такие, скажем, далекие, более далекие изменения. 13 июля 2015 года президентом подписан закон о государственной регистрации недвижимости. Это единый закон, который объединил в себе закон о государственном кадастре и о государственной регистрации прав. И теперь вместо двух информационных ресурсов будет создан единый государственный реестр недвижимости, в который попадут сведения вот из этих двух информационных ресурсов. Существенно поменяется и сама процедура регистрации и учета. Теперь это будет проводиться одновременно в течение 10 рабочих дней. Установлены случаи, когда может проводиться либо только государственная регистрация права, либо только кадастровый учет. То есть если объект уже внесен, сведения об объекте, он написан, был в государственном кадастре недвижимости и попал в реестр, но права не были зарегистрированы, можно, значит, произвести государственную регистрацию права на этот объект. Либо если право уже было зарегистрировано, но какие-то характеристики объекта не менялись, то будет произведен просто учет изменений, кадастровый учет изменений характеристик объекта недвижимости без повторной государственной регистрации. Значит, регистрация будет в этом случае за 7 нерабочих дней осуществляться, кадастровый учет отдельно будет осуществляться за 5 рабочих дней. Закон определяет основания для приостановления осуществления учета и регистрации и для отказа в этих процедурах. Всего предусмотрена 51 причина для приостановления осуществления учета или регистрации. То есть, если в документах что-то будет неверно, будет приниматься решение о приостановлении. И только одна причина для принятия решения об отказе. Истек срок приостановления учета. То есть, человек не устранил выявленные нарушения, и орган будет принимать, уполномоченный орган примет решение об отказе. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.